В Сумской области очередное застолье закончилось смертью 20-летнего юноши. Все произошло дома у сестры погибшего. Бедняга пришел в гости к родственникам. Они сидели выпивали. Как вдруг между мужем сестры и пострадавшим завязался спор, который перерос в драку. Кроме взрослых, в доме были дети, которые позвали на помощь соседей. Те и вызвали скорую. Когда я зашла, он лежал на левом боку. Потом он перевернулся на спину, перевернулся на живот. Я вызвала скорую. К сожалению, пострадавший скончался в карете скорой. Досталась на орехи от мужа и сестре покойного. По словам врачей, у нее сотрясение мозга и сплошные гематомии на теле. Ведется следствие. Злоумышленника подозревают в умышленном убийстве. Родился в рубашке. В Киеве легковушка вылетела на тротуар, перевернулась и приземлилась на крышу. На удивление водитель автомобиля выжил. По его словам, когда он въезжал в поворот, в автомобиле возникли проблемы с колесом, из-за чего мужчина не справился с управлением и вылетел на тротуар. К счастью, в тот момент с пешеходом никого не было рядом. Чтобы перевернуть машину и поставить на колеса, на помощь прибыли спасатели. Пожизненное заключение могут получить два мужчины из Черкасской области. Их обвиняют в умышленном убийстве супругов пенсионеров. Стариков жестоко зарезали в своем доме. А все из-за наживы. Шланга для полива и 200 гривен. Подозреваемым 38 и 23 года. Старший уже был судим за тяжкие преступления. А у младшего – двойное убийство, первое уголовное преступление. Сейчас они арестованы. Продолжается следствие. Дрожающего напуганного маленького Назарчика спасатели отогревают. Двухлетний мальчик почти сутки провел на дворе среди поля. Все произошло накануне вечером. Малыш гостил у бабушки. Пока она возилась по хозяйству, ребенок куда-то ушел. Старушка всех подняла на ноги. Соседи, родные, спасатели все искали мальчика. Поиски продолжали всю ночь. Но, как оказалось, Назар был недалеко. Нашли его в 150 метрах от дома. По предварительной информации, он заснул, потому и не слышал, как его зовут. Ребенка отогрели, оказали первую медицинскую помощь. Жизни мальчика ничего не угрожает. Двое травмированных, один погиб. Это последствия ДТП в Николаевской области. Авария произошла на трассе Николаев-Херсон. Москвич выскочил на встречную полосу и там встретился лоб в лоб с Пежо. От удара машины разбросало в разные стороны. Водитель москвича погиб на месте, а водителя Пежо зажало в разбитой машине. Мужчина жив. Его и пассажира доставили в больницу. Автомат Калашникова, гранаты, самодельная взрывчатка и боеприпасы различного калибра. Такую находку правоохранители обнаружили у жителя Киевской области. Мужчина утверждает, оружие хранил для собственных нужд. По предварительной информации, 26-летний парень входит в состав местной самообороны. Откуда у него оружие и для чего – выяснит следствие. Продолжение следует...